на счет заходим сейчас в сам вход панорама 360 заходим на сам вход здесь картинки висят судя по всему и современные и годовой давности но и возможно несколько летний ну точнее фотография и сейчас мы куда-то придем это мы сейчас на минус втором этаже попрошу встанем чуть по левой стороне гость которые уходили вас не вышивали обычно в любых высоких зданиях и масштабах нефти приходится дать примерно около получаса потому что около 100 этажей пока на каждый этаж или приедет уходит большое неопределенно количество времени у нас чтобы такой проблем не был для смотровой площадки по драму выделить отличие высокоскоростной лифт который сниму здорово до 80 этажа долетает за сколько это сколько метров в секунду получается это 8 метров в секунду сейчас мы собираем понятие вот и при такой скорости предупреждаю заложить ушки но вы не волнуйтесь на фабрике мороженого пара жучка пропустите у вас не забывайте помимо фабрики мороженого нужно еще будет периодически смотреть в окно сейчас вы уже как раз таки пришли ближе к заказу заказ и у нас сейчас как вот лет просто замечательно также не забываем про фабрику шоколада музей мороженого и кинотеатр кстати фабрики были специально изготовлены и сделаны для наших смотровой площадки что вы могли наблюдать за полным процессом приготовления и мороженого и шоколада вот и под конец бонусом у вас будет и на зал где мы показываем трехминутное проекционное шоу про историю москвы за него основания в пусть последний наш наш шума готова вот заходим в лифт сейчас у всех заложить лучше итак выходим из лифта вот здесь ощущается уже ветерок и давайте теперь посмотрим у кого билета но и вот мы уже заходим александр нас запускает вот мы уже здесь здесь макет корзинки воздушного шара давайте посмотрим вот видно все это сверху да конечно что тебя сфоткать давай а ты туда залез собрался так но в общем здесь все фоткаются что-то снимают также я здесь сейчас что-то да засниму вот такой видок сверху вот такая смотровая 360 а вон там москва-река и по ней плавают кораблики сейчас как раз будет экскурсия но это скорее всего я уже покажу в следующем выпуске а здесь фестиваль мороженого ну что ж все зубы загадали желание все успели а я загадала а что ты загадала а что если мы попробуем сделать речные пузыри ну что ж вид на москву в дневное время хоть и в пасмурную погоду но все еще светло а вон кстати плывет судя по виду речной трамвай который недавно запустили по москве-реке потом как-нибудь с него засниму прогулку непосредственно из него в общем здесь фотосессия крылышки ангела на заднем фоне итак мы сейчас давайте посмотрим именно пока что еще можно сказать дневную версию вида на город со смотровой площадки 360 градусов пока что еще огни ночного города только-только начинают включаться но и еще как раз не стемнело то есть как раз видно еще все на горизонте что да и как здесь смотрите что-то за кабинка такая а это можно сказать макет корзинки воздушного шара а вот изображение воздушного шара что-то у нас здесь покорители воздушного пространства от бразилии до австралии в этой гондоле совершили свое путешествие чемпион россия 2010 года победитель альпийского кубка 2013 2013 года и 2017 года денисенко андрей васильевич чемпион россии 2013 года 14 года и 16 года и 18 года денисенко артем валерьевич экипаж участвовал так экипаж участвовал в международных соревнованиях в россии австралии японии бразилии австрии испании майорка германия франции арабских эмиратов и армения официальное название корзины воздушного шара гондола теплового аэростата кстати пока не забыл могу посоветовать посмотреть фильм аэронавты вот прям только-только его вспомнил глядя вот на эту корзинку как раз таки именно как там это были первые полеты фильм про то как были первые полеты на таких шариках высоко в небо но и давайте сейчас таки мы пока пройдемся по кругу посмотрим обзор и пока еще не стемнело посмотрим как раз таки с разных сторон именно в светлое время суток ну а потом уже конечно же а если успею обозреем именно ночную версию вида на город здесь проводятся экскурсии еще дополнительные сейчас давайте а здесь бинокль с которого можно смотреть на город здесь зеркала в которые можно себя фотографировать здесь обычно становится и такой вид то что у тебя за спиной вот такие крылья которые нарисованы на этом стеклях и можно сказать типа ты стоишь с крыльями за спиной на заднем фоне неба на такой большой высоте как то так ну и давайте мы сейчас пройдемся дальше посмотрим а здесь раздают бесплатно мороженое угощают здесь открыт кстати можно сказать такой но в той стороне кстати музей этой марки чистая линия здесь мы видим прямо за стеклом ну даже в живое видим а там потом за стекло можно посмотреть именно на сам конвейер этого самого мороженого чистая линия и там по моему где-то был именно музей где там наш музей или он там дальше будет в общем а да точно вспомнил сейчас давайте мы буквально вернемся на пару шагов назад а здесь именно музей мороженого то есть но если хотите можете отдельно у меня заказать могу вам все это позаписывать обозреть зачитать сейчас просто так снаружи пройдемся вот там даже написано музей мороженого на этой табличке конечно она а все видно от света она отзеркаливала и здесь как раз еще показан фризер вот он самый на корпусе стекло полностью прозрачное через которое все видно все это строение ну и так далее ну ладно теперь давайте посмотрим с того места на котором мы там остановились и как раз дальше пойдем обозревать вот там кстати сейчас покажу отсюда а если посмотреть по-моему этот самый небоскреб который мы сейчас видим у себя на экране он по-моему самый высокий здесь то ли этот в котором мы сейчас находимся то ли который слева от нас так а здесь угощают шоколадками то есть здесь угощают шоколадками бесплатно там бесплатно мороженым а здесь можно что-то еще купить дополнительно то есть это уже дальше если хочется чего-то еще помимо бесплатных угощений сейчас давайте мы переместимся чуть подальше так здесь у нас кабинеты сороковые сейчас посмотрим может так но там уже рабочие выходы так здесь кабинеты сороковые и пойдем дальше так здесь в общем что мы здесь видим там еще наверху находится некий ресторан вон там видите люди ходят вот так что как то так а здесь можно увидеть телебашню Останкино вот видали прямо там на горизонте видно стоит такая штука очень высокая вот если я не ошибаюсь то по-моему 850 метров высота именно той смотровой площадки о ну и здесь конечно же мотороллер мороженого который именно развозит мороженое так вот там наша вера так так и здесь я в панорама 360 ну и тоже самое фото стенка с крыльями за спиной здесь можно делать сувениры получается вот 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 такое так здесь также можно прям под собой увидеть машинки такие маленькие как будто жучки ползают так дальше мы видим кран на крыше достраивающегося небоскреба здесь здесь у нас магазин можно там что-то приобрести из кружек каких-то сувениров сувенирных так это это типа карты или что так но это понятно что какая-то какой-то стеклянный какая-то стеклянная настольная статуэтка цеклянный настольный букет а сувенирные игральные карты ну а здесь дальше блокнотики чашки и так далее здесь тоже всякие штукенции кенцы штукенцы так и давайте посмотрим под нами кстати мы видим такой достаточно зеленый жилой квартал прям очень зеленый прикольно шикарно так сейчас посмотрим дальше на вот именно эту сторону вот та самая спиралька только именно здесь здесь как раз таки можно посмотреть на нее сверху и увидеть вертолетную площадку на крыше сейчас давайте приближу вот такая площадка вертолетная так и здесь у нас строится самые большие электронные часы скоро говорят они заработают так кстати вот это то что медная штука ну типа медный цвет медные стекла это на самом деле такое покрытие на стеклах которое предотвращает вред от солнечных лучей именно которые за стеклом ну то есть если кто не знает солнечные лучи которые падают на кожу они полезные они очень жестко оздоравливают организм но если лучи за стеклом проходят то определенные те которые непосредственно на поверхности кожи действуют именно обжигают кожу они они проходят за именно через стекло а через стекло именно проходят проходят те лучи которые попадают именно под кожу и почему именно плохо как раз таки солнечные лучи которые через стекло на тебя светят то что организм не замечает то что на него действует солнце и получается так что никак не не встречает ответную реакцию в общем там выделение подкожной клетчатки ну и так далее ну и так далее то есть никак не защищается и поэтому в общем это не совсем хорошо это если совсем так уж простыми словами поверхностно так что вот здесь придумали такие какие-то покрытия которые непосредственно это предотвращает ну в общем то есть по рассказам как я понял не знаю как там все на самом деле вот там смотрите по москве реке плывет катер за ним корабль отсюда прям все-таки мелким кажется хотя там именно полноценный катер вот как раз еще вот эти можно так и ага так ну и здесь значит на арене все те же как я говорю на арене ну да ну да конечно старая гвардия никуда не делась мы бессмертные такого а там он а а и а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...